Один из важнейших продуктов питания в рационе – молоко. О его пользе ходят легенды. Но многие спорят, так ли полезно то молоко, которое предлагают нам с прилавков. Равноценно ли оно парному? Здравствуйте! Вы смотрите программу «Качество». И этот выпуск будет о том, как выбрать полезное молоко. Любопытно, но к выбору молока со всей серьезностью по подсчету экспертов подходит лишь 20% потребителей. Как признались сами покупатели, чаще всего в лучшем случае обращают внимание на срок годности и процент жирности продукта. Я стараюсь покупать домашнее у знакомых. Нету запаха, если чистенькое. Берем. На прилавке только срок годности помогает. В основном мы молоко используем для того, чтобы каши готовить утро. И дети пьют с удовольствием. Топленочку очень у нас любит малыш, самый младшенький. Я считаю, что молоко полезное. Дает кальций. Дает, чтобы кости были крепкими. И совместно мне по вкусу нравится молоко топленое. Именно молоко местного производства, конечно, предпочитаем. Во-первых, качество уже проверенное. И вкус молока, я уже как сказала, детям очень нравится. Именно наше местное молоко. Наиболее приближенным к натуральному считается цельное молоко. Впрочем, это не значит, что на прилавке нужно искать молоко, схожее по вкусу с деревенским. Даже самая качественная заводская обработка делает его отличным от парного. Большинство потребителей отдают предпочтение местной молочной продукции. Благо, недостатка в ней нет. Потому что лучше, вкуснее. Не едут и не привозят за 3-9 земель. У нас есть постоянные покупатели. Очень приветствуют, в общем, эту продукцию. Берут хорошо. Я постоянно прихожу сюда, беру. Продукция очень хорошая, свеженькая всегда. Однако географические критерии далеко не единственные, на что нужно обращать внимание при выборе молока. Первое и самое важное – качество сырья. Попадая на перерабатывающее производство, молоко проходит строгий контроль. В лаборатории ежедневно мы проверяем каждую партию молока от каждого поставщика на физико-химические показатели. Такие как жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, точка замерзания. Все это мы проверяем на экспресс-анализаторе «Милкоскан». Также мы обязательно проверяем на наличие антибиотиков. Нами контролируются молочные продукции в части химического состава, химического загрязнения по микробиологическим показателям и по физико-химическим показателям качества. Всего за 9 месяцев 2020 года мы провели исследование 700 проб молочной продукции. Из них только 24 пробы не соответствовали требованиям нормативов. Есть молокосодержащие продукты с растительными жирами. Они так и должны называться молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. На это тоже нужно обратить внимание. В целом продукты наших производителей хорошего качества. По обращениям граждан при наличии угрозы причинения вреда здоровью, жизни или имуществу проверки проводятся во внеплановом порядке по согласованию с прокуратурой. На вкус и качество продукта существенно влияет промышленная обработка, условия хранения и даже тара. Прежде всего нужно научиться читать этикетку. Молоко может различаться как по жирности, так и по виду обработки. В зависимости от этого бывают цельные, отборные, нормализованные, восстановленные, пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные, топленые, витаминизированные и безвактозные. И разливают их в разную тару. Так готовится молоко ультрапастеризованное. Сегодня все производство автоматизировано. Работа на линии полностью проходит через специальное оборудование, в то время как оператор только контролирует процесс. Это позволяет избежать каких-либо контактов, а значит добиться идеальной чистоты конечного продукта. Наполнительная труба дозирует определенное количество продукта, который мы фасуем. И уже этими щеками он формирует и отрезает пакет должного объема. Затем попадает пальцовщик окончательный, где придается окончательная форма пакета. На деле оказалось, эффектная качественная упаковка вполне может стать для потребителей дополнительным удобством, а для производителей еще одним способом увеличения своей доли на рынке. Особое внимание уделяется именно качеству, технический контроль качества, и это не позволяет бракованной упаковке попасть на наши прилавки. Линия предусматривает в себе внутренние функции контроля качества. Она не позволяет ошибаться человеку, контролирует, и ту часть упаковки, которая не проходит контроль качества, линия автоматически сбрасывает как брак. Основным критерием выбора это все-таки является произведено в Чувашии, раз, и второе – это цена. Запуская второе фасовочное решение, мы выбрали формат кувшинчика, калин, для того, чтобы потребитель мог выбрать из продуктов, которые производятся в Чувашии, то, что максимально его удовлетворяет и по цене, и по качеству. По линии сгиба мы видим, очень часто бывают какие-то дизайнерские решения, то есть либо это здесь будет рисунок, либо буквы. Это не влияет на качество продукта, но, тем не менее, допустим, как потребителю, иногда это может вводить в заблуждение. Здесь все корректно, здесь все без замечаний. За час линии производят 6 тысяч пакетов молока. Специалисты отмечают, что уникальность каждой такой упаковки в том, что продукт в нем не портится долгое время и при этом не требует хранения в холодильнике. Кроме того, многослойность упаковки позволяет сохранить вкусовые характеристики в неизменном виде на протяжении всего пути от производства до потребителя, благодаря чему продукт может переносить долгую транспортировку. Качество продукции, которую мы получаем из сырья, непосредственно произведенного в Чувашской республике, позволяет производить продукты не только под нашей торговой маркой, но еще и достаточно большая у нас линейка в плане СТМов. По географии самая дальняя точка поставки – это вот этот продукт, это отправляемый в Приморский край. Продукт под своей торговой маркой мы отправляем в Таджикистан, в ДНР, ЛНР и ряд других сопредельных государств. В настоящий момент также прорабатываем перспективы выхода на китайский рынок. Стерильный продукт мы упаковываем в стерильную упаковку. Никакой живой организм попасть туда не может. Полгода, четыре месяца – вполне спокойно. Так же, как домашние консерванты. Также на каждой точке работы аппарата контролирует оператор. Конечный продукт на линии должен отвечать самым строгим требованиям. Вот таким образом происходит взятие контрольных образцов. На что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на швы запайки, на целостность упаковки, что она выглядит нормально, красиво, что маркировка читаемая. И дальше мы техническими средствами проверяем ее вес и герметичность. Для этого тестируемые образцы кладут под специальный пресс. Это позволяет быть уверенно в том, что пакет не разольется, даже если вы его уроните. Под давлением 3,5 пара они должны выдержать, и не должно быть никаких подтеков молока, продукта. Они должны остаться целые при этом. Для чистоты эксперимента мы провели один и тот же тест на герметичность дважды. Образцы остались целыми и невредимыми. Наши пакеты прошли испытания, никаких подтеков молока нигде нет. Все целое. Сохранили внешний вид и целостность. Но поскольку они уже прошли через пресс, мы их в продажу не пускаем. Они идут на переработку. Это то, что нам, потребителям, необходимо знать о качестве молока. А дальше дело вкуса. Вы смотрели программу «Качество». Сегодня мы поговорили о пользе молока и о том, как выбрать правильный продукт. Напомним, программа выходит исключительно в интересах потребителя и не является рекламой. Будьте здоровы! Для тех, кто хочет развиваться или только начинает свое дело, в республике есть точка опоры. Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки для малого и среднего бизнеса на одной площадке. Всю подробную информацию можно найти на сайте Центра «Мой бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова